Можно сказать, что Вселенная слышит все, что мы говорим и думаем. Ах, вот чего они хотят. Но очень часто мы говорим о себе в негативном ключе. Мы говорим о том, какие мы плохие. Мы недостойны чего-то. Не можем добиться этого, не можем добиться того. Но как Вселенная может подарить вам нечто хорошее, если вы говорите только о плохом? Сегодня новый день. Именно сегодня вы начнете создавать новую, счастливую и полную жизнь. Сегодня день, когда вы начнете избавляться от ограничений. Сегодня вы узнаете главный секрет жизни. Вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Внутри вас есть все, чтобы сделать это. И это ваша вера и ваши мысли. Я научу, как можно использовать их, чтобы улучшить качество вашей жизни. Тем, кто еще не знает о влиянии на жизнь позитивных аффирмаций, я бы хотела рассказать немного о них. Аффирмация – это то, о чем вы говорите и то, о чем думаете. Обычно то, о чем мы думаем и то, что мы произносим, несет негативный характер. И это не несет нам ничего хорошего. Если мы хотим изменить нашу жизнь, то должны перенастроить свое мышление на позитивные мысли. Аффирмации открывают нам путь. С них начинаются изменения. Таким образом, вы говорите своему подсознательному. Я беру ответственность на себя. Я понимаю, что могу сделать что-то, чтобы изменить себя. Когда я говорю об аффирмациях, я подразумеваю, что вы должны сознательно подбирать слова, чтобы либо исключить что-то из вашей жизни, либо создать что-то новое в ней. Каждая ваша мысль и каждое произнесенное слово – аффирмация. Наша речь – это поток аффирмаций. Вы постоянно произносите аффирмации, осознавая это или нет. Вы создаете свой жизненный опыт с каждой мыслью и с каждым словом. Ваши взгляды – это приобретенный путь мышления, которому вы обучались с детства. Многое из этого отлично подходит для вас, но кое-что ограничивает вашу способность создавать то, что вы хотите для себя. То, во что вы верите, и то, чего вы достойны, на ваш взгляд, может сильно отличаться. Вы должны контролировать свои мысли, чтобы исключать те, что создают тот опыт, который нежелателен в вашей жизни. Помните, что каждая жалоба на что-то – это аффирмация того, что вы не хотите видеть в вашей жизни. Каждый раз, когда вы начинаете злиться, вы создаете еще больше злости в вашей жизни. Каждый раз, когда вы чувствуете себя жертвой, вы даете аффирмацию тому, что хотите и дальше быть жертвой. Если вы постоянно думаете, что у вас в жизни не происходит ничего хорошего, то вы действительно не получите ничего, что получают другие, пока вы не измените то, что вы думаете и говорите. То, что вы мыслите, так не делает вас плохим человеком. Вас просто не учили, как именно нужно думать и говорить. Мы только сейчас начали понимать, что наши мысли создают нашу жизнь. Вероятно, ваши родители не знали этого, а значит, не могли научить вас. Они воспитывали вас так, как воспитывали их ваши бабушки и дедушки. Их вины в этом нет. Но пора нам всем проснуться и начать осознанно создавать ту жизнь, которая будет нас устраивать. Вы сможете это сделать. Но аффирмации – это лишь часть процедуры. Очень важно и то, что мы делаем в течение дня и ночи. Секрет того, чтобы аффирмации работали быстро и корректно, заключается в создании атмосферы, которая будет им помогать. Аффирмации – словно семена, посаженные в почву. Плохая почва, и они не взойдут. Плодотворная почва, и они отлично вырастут. Чем чаще вы будете выбирать мысли, которые позволяют вам чувствовать себя хорошо, тем быстрее сработают аффирмации. Думайте о хорошем. Да, это так просто. Это легко выполнить. То, о чем вы будете думать, ничто иное, как ваш выбор. Вы можете не понимать этого, ведь вы жили иначе много лет. Но это действительно ваш выбор. Сейчас, сегодня, в этот момент, вы можете сделать этот выбор и поменять течение мыслей. Быстро все не изменится. Но если вы будете постоянны и каждый день будете выбирать мысли, несущие добро, то вы точно привнесете положительные изменения во все аспекты вашей жизни. Единственный момент, который вы по-настоящему проживаете, сейчас. Именно сейчас у вас есть контроль над жизнью. И если мы сейчас выбираем чувствовать себя хорошо, то как мы создадим будущее полным и радостным? Как вы чувствуете себя сейчас? Хорошо? Или плохо? Каковы ваши эмоции сейчас? Что у вас внутри? Вы бы хотели чувствовать себя лучше? Тогда найдите мысль, которая вам поможет. Если вам плохо, если вам грустно или вы злитесь, вы в ярости, вам страшно, или вы испытываете вину, или вы завидуете, или у вас депрессия и так далее. А это значит, что вы отключаете себя от потока положительного опыта, который Вселенная приготовила для вас. Не тратьте силы на обвинения. Ни один человек, ни одно место, никакое время не контролируют ваши чувства, они не управляют вашим разумом. И поэтому же у вас нет контроля над другими, ведь вы не можете контролировать их мысли. Никто не может контролировать других, пока этот человек не даст вам разрешения. Вы должны понять, какой мощью обладает ваш разум. Вы можете взять под контроль все ваши мысли. Это единственное, над чем вы имеете контроль. Вы будете получать в жизни то, о чем выбрали думать. Я решила, что буду думать о вещах, которые вызывают у меня радость и благодарность. Вы можете сделать то же. Какие мысли позволяют вам чувствовать себя хорошо? Мысли о любви, принятии, благодарности, воспоминания о счастливых мгновениях, мысли о том хорошем, что может произойти в будущем, понимание того, что вы живы, вы можете благословить свое тело любовью, наслаждаться этим самым моментом и с нетерпением ждать завтра. Если вы думаете о таком, значит проявляете любовь к себе. И именно любовь к себе создает чудеса в вашей жизни. Именно с этого нужно начать, когда меняете свое мышление. Ваши аффирмации уходят далеко за пределы настоящего и переходят в поле, где на основе мыслей создается будущее. Когда вы решаете сказать, «Я процветаю», но при этом иметь на счету не так много денег, вы подсаживаете зерно для вашего будущего богатства. И каждый раз, когда вы повторяете эту фразу, вы удобряете почву, чтобы это семя проросло в атмосфере, созданной вашим разумом. Именно поэтому мы хотим, чтобы это была атмосфера радости. Растения растут быстрее в богатой почве. Очень важно произносить ваши аффирмации в настоящем времени. «У меня есть» или «Я являюсь». Если вы скажете «Я стану» или «Я буду», то аффирмация останется где-то там в будущем. Вселенная воспринимает ваши слова буквально и дает то, что ей кажется вы хотите. Всегда. И это еще одна причина, чтобы поддерживать атмосферу радости. Гораздо проще формулировать позитивные аффирмации, когда чувствуешь себя хорошо. Подумайте вот о чем. Каждая ваша мысль считается, поэтому не стоит тратить их впустую. Каждая положительная мысль приносит в вашу жизнь позитив. Каждая негативная прогоняет добро прочь, и вы все никак не можете достать до него. Как часто в жизни вам казалось, что вот-вот с вами произойдет нечто хорошее, но у вас это отбирали в самый последний момент? Если вы вспомните, каков был ваш настрой в то время, то вы поймете почему. Большое количество негативных мыслей соотнесет на свой финал?